Вы смотрите отзыв об отеле Таусен Сатори Резорт Барат Сорган. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Тонкая Лоза, который был в нем в 2014 году. Для начала нужно объяснить, какого, собственно, мы, я, муж и сын четвертых лет, после трех лет регулярного посещения камелии, вдруг решили изменить свои привычки и любимому отелю. Во-первых, врач запретил мужу футбол на пару недель, требовался покой без резких движений. Я и вовсе была на 12-й неделе беременности и активного отдыха не ждала. Сына вообще не спрашивали, но искали по возможности безинфекционное место. Конечно, при прочих равных мы бы все рано уехали в любимый селин. Но к концу сезона цены были просто безбожными. А у Библов у нас был выигран давний бонус, назовем его отдых за полцены. В общем, повелись мы на халяву. Итак, новейший отель Барут Саргун. В Турции и Европе больше известен как Сенсатори Резорт. Расположение, построен на месте бывшего Клаб Пасифик, открыт в 2013 году, работает второй сезон. По краям остался пустырь с остатками стройки и заброшенными объектами. Выйти из отеля вечером некуда, но в непосредственной близости находится Сиде и Манавгат. Но добираться, естественно, на Далмуше, либо такси. Территория достаточно компактная, но грамотно спланированная. Все дело в том, что весь отель изначально поделен на две зоны. Семейная, для тех, кто с детьми, и зона 16+. Если смотреть на схему, слева зона Фэмили, справа Далтонли. Средняя часть отеля, в которой расположен ресторан, ресепшн, лобби-бар, это зона Микс. По мне, так отелю не хватает тенька и зелени, хотя лужайки выглядят очень мило и ухожено. Много высажено молодых деревьев. Может, через несколько лет отель можно будет назвать зеленым. Вообще, очень большое внимание тут уделяют экологии. Помимо стандартного повести полотенца на вешалку, если вы будете им пользоваться, и сэкономьте 15 литров воды, тут есть и большая солнечная батарея. И лужайка охраняемых песчаных нарциссов. Есть пара витиеватых дорожек для прогулок с коляской или пробежек. Спуски везде плавные. Номерной фонд у нас был забронирован стандарт Супериор. На всех фото он выглядит как однокомнатный, с раковиной за стеклянной стенкой. На деле нам достался двухкомнатный номер, на 4 спальных места. Оказалось, в фэмили-зоне, как я поняла, все стандарты двухкомнатные. Однокомнатные точно в зоне Микс и, возможно, во взрослой. Номер нас вполне устроил, очень аккуратно сделан, отличные кровати и выбор подушек. Есть фен-холодильник, много вешалок в шкафу, и впервые в отеле Турции у меня была в номере гладильная доска и свой утюг, мега удобно. Очень хорошая чистая ванная, с современной сантехникой, гель для душа и мыла в диспенсерах, остальное в бутылочках шампунь, кондиционер, лосьон для тела. Также всякая приятно нужная мелочевка, расческа, пилка, ватные диски, шапочки. Все номера в отеле с видом на море. И это тоже несомненный плюс, приятно же вечерком посидеть на балконе, полюбоваться закатом. В отель мы прибыли в районе 9 вечера. Заселение заняло буквально 2 минуты, браслетов здесь не одевают. Мы даже успели на ужин. Питание. Тут вообще выше всяких похвал. Собственно и радовал нас только ресторан. Это первый отель, где был не только диетический стол, состоящий более чем из пары кастрюлек, но и безглютеновый островок для аллергиков. Здесь была свинина, очень вкусный окорок и язык. Неострые супчики, свежие овощи, много фруктов. Я не буду все описывать. Просто скажу, что в отличие от всех других отелей, здесь реально готовят вкусно. А теперь в чем засада. Отель работает по системе О, а не Ультра. Не верьте каталогу библиков. В первый день, точнее на второй после прилета, я оказалась к этому не готова. По завтракам рано, около восьми утра, ибо выспались, мы отправились на пляж. Разумеется, в районе одиннадцати ребенок запросил покушать. Не тут-то было. До двенадцати, тридцати, рядом с пляжем никакой еды, только напитки. Кое-когда терпели до начала обеда. Ну и конечно же, после раннего обеда, ребенок проголодался к половине четвертого. А ужин только в девятнадцати, ноль ноле. А обеды все закончились в пятнадцати, ноль ноле. Есть, конечно, кондитерская. С чудесными пирожными, мороженым, чаем, кофе. Работает с одиннадцати и семнадцати. Но ребенок что-то ее не полюбил. Хотя она была впоследствии реальным спасением от голодной смерти. Я даже высказала свои пожелания гидой на ресепшн по организации перекусов. И, видимо, была не одинока. К концу нашего отдыха ассортимент кондитерской пополнился отличными сэндвичами. Вечно голодный ребенок был счастлив. А вообще мы просто сдвинули свой режим на пару часиков позже и вполне справлялись. Плюс всегда уносили с собой из ресторана фрукты. Никто и слова не сказал, кстати, только вежливо улыбались. Собственно, вывод краток, еда обалденная, но по расписанию. И нет, совсем нет гезлина. А ведь это всегда один из основных пунктов, которые обязательны для нашего сына в Турции. Есть рестораны а-ля карт, в которые можно записаться при помощи терминалов в лобе и карточки от номера. Мы были разок в рыбном. Это ресторан у моря. То есть у пляжа. Очень приятный сервис. Вкусная еда по меню, но очень большие порции. Мы не осилили и половины того, что заказали. Есть детское меню. Кроме рыбного оушен, есть еще бесплатные турецкий сэфрон и итальянский алип. А также платные гриви тематические. Не ходили, про них врать не буду. Пляж. Пляж отличнейший. Просторный, лежаков хватает всем и всегда, несмотря на то, что и тут есть разделение на семейную и взрослую зоны. Бичбой носится как угорелый. Издалека приветственно машет и тащит вам матрас с пляжными полотенцами. Услужливо протирает столик, раскрывает зонт и совсем не требует чаевых. На пляже бар с напитками. Перекусов, как я уже писала, нет. С 12-30 можно пообедать в оушен-ресторане у выхода с пляжа. Полотенце, кстати, в свободном доступе. При заселении лежала стопка в номере. Можно поменять в течение дня неограниченный окол вораса бассейна и на пляже. В номер их тащить также не обязательно. Можно просто вечером оставить на лежаках. После 18-19 часов их все равно собирают. Так вот, пляж, широкий, чистый, песчаный. Есть полоса гальки на входе, нам неудобств не доставляла. Глубина начинается достаточно быстро, шагов 10-15 и можно плыть. Наверное, поэтому море выглядит намного чище, чем в той же Камелии. Ходила от скуки по пляжу до соседних отелей, Blue Waters, Pegasus, Arcanus, Voyage, Sargune. Пляжи там либо узкая полоска, Voyage, либо обрыв и заход с понтона, Arcanus, либо вообще Анапа с кучей гальки и лежаками в притирку. Все познается в сравнении. Детям. Двойственное впечатление. С одной стороны, все есть. Детский стол в ресторане, куча детских стульчиков, пеленальные столики даже в мужских туалетах. Детский бассейн под навесом и даже маленькая горка в виде пиратского корабля. Рассчитано на ясельный возраст. Есть ясли Сенсата Ремерсери от 0 до 4 и детский клуб Playhouse от 4 до 12. Прекрасная детская площадка из экологичной древесины с резиновым покрытием, качелями и горками под тентами. Есть возможность взять в безвозмездное пользование кроватку манеж, горшок, памперсы, пеленки и прочие товары детского потребления. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok